Красногорск помнит своих героев, отстоявших свободу в годы Великой Отечественной войны. Имена земляков увековечены в граните мемориального комплекса на улице Циолковского. Здесь жители округа традиционно встретили День Победы. 78-й годовщиной собравшихся поздравил глава муниципалитета Дмитрий Владимирович Волков. Для нас действительно это священная дата. Дата, которая объединяет поколения. Поколение победителей. Дата, которая всегда будет говорить об одном. О подвиге героя каждой семьи. Мою семью также эта Великая Отечественная война не обошла стороной. Все мои прадеды были участниками Великой Отечественной войны. Один из них был летчиком-штурманом. Был награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды. Прошел всю войну. И мы, как представители молодого поколения, должны помнить и чтить подвиг наших прадедов. Память о подвиге предков живет и передается уже в третьем поколении в семье Холизо. Вместе с Иваном Ивановичем у мемориала его внук. Второклассник Максим, несмотря на возраст, хорошо знаком с историей рода, в частности, с судьбой прабабушки. Отвага и милосердие санитарки Марии Ткаченко, прошедшей войну с первых до последних дней, нашли отражение в стихах. С солдатом раненым в бою сестра лечила раны и шла с полком в одном строю от Волги на Балканы. Это великий действительно праздник. Я родом из Беларуси. У моего дедушки было четверо родных и около шести семи двоюродных братьев. На фронт ушло с фамилией Холизо девять человек. Из девяти человек только один военнослужащий вернулся домой. Три человека пали без вести, остальные погибли. Славных, но и трагических историй не счесть. С гордостью и благодарностью вспоминают их красногорцы в великий праздник Победы, возлагая цветы к мемориалу.